Они всегда готовы. Пионерское движение отмечает 95-летие. Поздравление республиканской организации направил Александр Лукашенко. Главный символ красно-зеленый галстук сегодня носит 650 тысяч человек. Время вносит свои коррективы в работе, но главные ценности остаются неизменными – труд и добро. Сотни юношей и девушек сегодня приняли участие в международном слете во Дворце детей и молодежи в Минске. Александр Лученок продолжит. «Всегда готовы» – эти слова повторяло не одно поколение пионеров. Для семиклассника Саши это девиз. Он пошел в пионеры, чтобы помогать. Хотел быть похожим на отца. В их семье это традиция, поэтому сейчас его черед. Мне захотелось помогать людям. Я решила стать пионером, помогать даже мелкую работу, помогать бабушкам, донести пакеты. Пионеры всегда должны быть дружной, такой неразрушимой семьей. Он приехал на форум вместе с учительницей и одноклассниками. Кстати, в его седьмом классе одни пионеры. Ежедневно галстуках и выделяет, а сегодня наоборот – растворяет в толпе. На слете пионеров, таких как они, собралось по меньшей мере несколько сотен. Сегодня пионерская организация в Беларуси – это скорее не политическая система, но часть, наверное, идеологического поля. Потому что она помогает воспитывать бережное отношение, трудолюбие, активную позицию. Вот и Максим Рыженков признается, детство посвятил пионерии. Даже сейчас галстук для него – аксессуар номер один. Правда, носит он обычно разные. Каждое утро, я помню, с большой любовью этот галстук на доске гладильной гладил, чтобы он был, знаете, с такой подушечкой, такой очень аккуратненькой, и чтобы все концы были, ну, никак не измазаны. Ну, это действительно была гордость. Международный слет приковал внимание гостей из России, Казахстана и даже Кубы. К слову, там галстук тоже главный атрибут. Галстук – главный пионерский символ всех времен. Кстати, с годами его начали завязывать еще крепче. Правильно завязанным галстук считается тогда, когда узел имеет зеленый окрас. Лучшая традиция пионерского движения в Беларуси продолжает БРПО. В нашей стране сейчас 650 тысяч пионеров, а в школах создано более 3000 дружин. Мы очень работаем активно в социальных сетях и полагаем целесообразным мобилизовать наших ребят в интернет-пространстве. Пионер – всем пример. Это было, есть и остается. Форум – это отчасти экскурсия в советское детство, лучшие традиции которого чтят и сегодня пионеры поколения Next. Александр Лучонок, Михаил Потягов, телекомпания СТВ.